Здарова, мужики! У микрофона Дмитрий Жуков, также известный как ДМ-Архитект. Близится срок окончания сдачи работ на ATCR 2020, и некоторые участники уже прислали мне свои предварительные версии болидов. Покатавшись на них, я пришел к неутешительному выводу, что большая часть игроков не имеет ни малейшего понятия о работе аэродинамики в связке Dimanche Drive и Automation The Car Company Tycoon Game. Этот краткий гайд призван исправить сие недоразумение. Поскольку речь идет о переносе автомобилей из бета-версии одной игры в бета-версию другой игры, всех слабонервных прошу уйти от экранов, остальным приятного просмотра. В роли нашего подопытного выступит 500-сильное заднеприводное спорткупе. Контрольный образец лишен каких-либо аэродинамических элементов. И как можно заметить, скоростные повороты явно не его конек. Разделы спойлеров и сплиттеров содержат в себе целую кучу аэродинамических элементов. Помимо разделов, все эти элементы объединяют одна интересная особенность. Они не работают. Пускай на графике прижимной силы в Automation они и дают ощутимый эффект, но в BeamNG Drive они являются для вашего автомобиля не более чем украшением. Что же действительно производит прижимную силу BeamNG Drive, так это детали из раздела крылья. Причем и BeamNG Drive, и Automation The Car Company Tycoon Game абсолютно не учитывают то, как расположено антикрыло на вашем автомобиле. С прижиманием задней части автомобиля разобрались. Достаточно прикрутить к багажнику скамейку. Но как быть с передом? Возможно нам поможет очень-очень маленькое антикрыло? На этой идее далеко уехать не получится. BeamNG Drive хоть и не считает положение крыла, однако вполне правдоподобно реагирует на изменение его размера, в отличие от графиков прижимной силы в Automation. Заставить же машинку адекватно вписываться в любые скоростные повороты нам помогут эти два типа антикрыльев. При их правильном расположении и масштабировании они успешно прячутся внутрь корпуса автомобиля, генерируя достаточную прижимную силу и при этом внешне себя никак не проявляя. Таким же скрытым антикрылом можно и заменить скамейку сзади. Достаточно просто развернуть его. Примерно так и выглядит успех. Для уточнения хочу добавить, что аэродинамический профиль днища не влияет на поведение автомобиля. Касаемо же графиков прижимной силы в Automation, их показания можно считать корректными, если ваш автомобиль оборудован только деталями из раздела крыльев, а размер этих деталей не был изменен или был изменен так, чтобы их конечная площадь примерно соответствовала базовым значениям. На этом образовательная часть гайда подходит к концу и начинаются оправдания. В регламенте ATCR 2020 указано, что максимальная прижимная сила может составлять не более 500 кг. Как стало понятно из данного гайда, данное ограничение можно легко обойти, просто увеличив размер антикрыльев. А дело все в том, что на момент составления гайда мне не было известно о данном эксплуатии. Отдельное спасибо Артему Конищеву за помощь в обнаружении данного бага. Чемпионат ATCR 2020 пройдет по текущему регламенту без изменений. Времени до окончательного срока достаточно, чтобы все желающие могли доработать свои автомобили, пользуясь информацией с данного гайда. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр, удачи и крепкого здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok